Добрый день, это программа Свера и Спорт, микрофон Вера Власова. Пожалуй, каждый из нас смотрел... Да, еще раз. Добрый день, это программа Свера и Спорт, микрофон Вера Власова. Пожалуй, каждый из нас не мог оторвать глаз от китайских фильмов с таким известным актером, как Джет Ли, между прочим, мастером Ушу. Мы восхищались его техникой, точности нанесения ударов, физической подготовкой. И вот сегодня в программе Свера и Спорт тоже мастер Ушу, а также тренер по спортивному Ушу, мастер спорта международного класса Игорь Гулина. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Сразу отмечу, что на вашей странице в соцсетях есть потрясающее видео, где вы рассказываете, повествуете в фотографиях о событиях, которые происходили с Федерацией в течение года. Кстати, я никогда не отметила, что вы еще президент Федерации Ушу в Кировской области, да и как президент вы, видимо, доведете такой отчет. Поражена была обилием событий, которые происходили в течение года, начиная с июня, со сборов вы их публиковали. Очень много счастливых детских глаз, очень много довольных мордашек, конечно, и потрясающих фотографий с выступлений. И первое, конечно, на что вы обратили внимание, это то, что в мае месяце, если не ошибаюсь, состоялось очень большое событие, важное для Федерации. Это то, что наш кировский спортсмен Сергей Кулаков стал победителем первенства Европы по Ушу. Да. Расскажите об этом, как удалось, и вообще было ли такое уже в истории Федерации Ушу в Кировской области? Ну, могу сказать, что это было, это было достаточно давно, это около, примерно около 10 лет. Первый, кто у нас выступил на первенстве Европы, это был я. И также второй спортсмен, это Дмитрий Теунов, который сейчас выступает за команду Санкт-Петербурга. То есть вы с Митрием 10 лет назад впервые от кировской делегации отметились на первенстве Европы? Да, да. Потом уже, также и я тоже, мы, к сожалению, прервали выступление за Кировскую область. И вот прошло 10 лет, и сейчас мы выступаем, точнее, мои спортсмены уже выступают за Кировскую область и показывают первый, можно сказать, достаточно серьезный результат, который мы показали. Серьезный результат, и как раз результат Сергея Кулакова, еще раз отметим. Сколько ему лет, и когда он занимается Ушу? Он занимается 6-й год, ему 10 лет. То есть 4-х лет он начал заниматься? Получается. Наверное, это 5-й. 5-й. Да, занимается 5-й год. Наверное, да, 7 лет занимается. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, вот его победа. Какое влияние оказало на развитие Федерации? То есть это вам как-то поможет сейчас? Конечно, мы сейчас уже можем, по крайней мере, говорить о том, что это будут не пустые слова о том, что мы развиваем и хотим продолжать развивать спорт именно в Кировской области, так как был такой случай о том, что когда у нас была сильная федерация, были сильные спортсмены, и, к сожалению, произошло так, что спортсмены уехали во все города, и в том числе сейчас выступают за сборную страны, за команды других регионов. И наша задача стоит в том, что сейчас мы хотим продолжать и двигать УШУ именно в Кировской области, чтобы спортсмены не уезжали за другие регионы, и им было интересно именно заниматься здесь. Ну и сразу забегая вперед, что Сергея ждет сейчас? То есть он уже добился очень многого. Есть ли куда ему развиваться, ему и многим другим ребятам, которые у вас в Федерации занимаются? Конечно, ну, если честно скажу, что это еще только начало, то есть это все-таки еще детская категория. Казалось бы, да, нам тоже кажется, уже все уже. Да, это все-таки детская категория, и переходя в следующую возрастную категорию, спортсмен может уже не показывать результат. Я видел достаточно много спортсменов именно в таком возрасте, которые там выступали на первенстве мира, добивались там успехов и потом заканчивали карьеру. Ну, в принципе, это только начало пути, по крайней мере, нужно завоевать там звание мастера спорта, заслуженного мастера спорта. Тогда можно думать о том, что уже совершился карьерная лестница, уже к концу подошла. Расскажите теперь о себе, как давно вы начали заниматься уже, как вы к этому пришли, к осознанию того, что вам это необходимо в жизни, и вы хотите с этим свою судьбу в дальнейшем связать? Начал я заниматься в 8 лет. Могу сказать, что я начал заниматься в 47-й школе под руководством тренера... Здесь, в Кирове? Да, под руководством тренера Махудана Екатерины Алексеевны. Меня, если рассказать о том, как именно это произошло, то есть мы с другом... То есть это была школа, это была обычная такая вот секция, не юношеская спортивная школа, вот именно просто после уроков иногда? Да, да. Екатерины Алексеевны всегда было видно, то есть в плане того, что, к примеру, когда она начала вести в нашей школе, и можно практически пересчитать по пальцам, кто не занимался на нашем районе уши. То есть их заражало своей энергетикой? Да, да, это было на самом деле так. То есть мы, вплоть до того, что, например, выбегали после уроков босиком, бегали вокруг школы. По снегу? Да, все на нас ошарашенно смотрели. Но мы закаляли свой характер, и, в принципе, на тот момент это было интересно, и на самом деле нам было интересно заниматься. Ну, школьные годы, понятно. Как дальше? То есть все равно вы пришли, вы стали тренером, мастером спорта международного класса. Что, кстати, это значит? Международного класса. Ну, есть звания, как в любом виде спорта, то есть начинаются от юношеских разрядов, спортивные разряды, потом идет звание, которое дается на всю жизнь. Первое звание – это мастер спорта России, второе звание – это мастер спорта международного класса, и последнее звание, которое хочет, наверное, достичь любой ребенок, любой взрослый спортсмен – это заслуженный мастер спорта. Ну, вот, можно сказать, я остановился от одной ступеньки того, чего я хотел добиться, к сожалению. К сожалению, остановились на время или... Ну, наверное, уже навсегда, да. Так как основная тренерская деятельность сейчас занимает очень много времени, и мне остается только поддерживать свою спортивную форму на минимальном. И отдавать всю энергию ребятам, молодым, юным, дароманьям, которые готовы будут отдавать свои судьбы на благо ушел. Да. Да, остановились мы на вашем школьном периоде. Вы прошли период закалки характера, период закалки организма, тренировками, бегом по снегу обожаю. Классно, на самом деле, очень здорово. Я сама участвовала, занималась каратэ, мы тоже бегали по снегу, это было очень круто. Что дальше, как, куда пошли, как стали развиваться? Ну, наш тренер Екатерина Алексеевна, она была достаточно амбизозна, и ей, как и мне сейчас, хотелось добиться максимальных результатов. И мы шли из-за них, выступали от одного старта к другому, развивались сами. Могу сказать, что, примерно, до 14-15 лет у меня не было никаких результатов. Наверное, были какие-то способности, но не было самих результатов. А не было, потому что не ставили цель? Или, наверное, поэтому, да? Не могу сказать сейчас, почему. Может быть, в силу своего характера нет, в принципе, хотелось. То есть, хотелось мне, конечно, выигрывать, и это было тяжело, в плане перебороть себя, когда ты приехал после опять соревнований и не взял там медали, и под переворот, продолжать заниматься дальше. Тоже всяком характере таким образом? Да, да. Но случилось какой-то, может быть, прорыв какой-то случился, может быть, что-то там щелкнуло в голове, что-то стало по-другому думать. И после 15 лет постепенно-постепенно набирал форму. И вот в 18 лет первый раз выступил на международном старте. То есть, сначала это было первенство России в юниорах, выиграл в 17 лет. И после этого уже меня приглашали в сборную, на сборы в Москву. И в 18-19 лет, насколько помню, выступил на операции Европы. Достижения значимые, но мы все-таки еще пока не рассказали, что, собственно, такое ушу, да, что это из себя представляет. Как я понимаю, это восточное единоборство, которое направлено именно на технику. Если я ничего не путаю, оно не подразумевает какой-то философского подтекста, какой-то идеологии, или я ошибаюсь? Вообще, ушу в переводе означает это воинское искусство. То есть, это китайское искусство, которое зародилось еще в 3 веке до нашей эры, начало именно формироваться. Да, мы сейчас занимаемся, в принципе, мы занимаемся спортом. У него есть, существует два направления. Это спортивный ушу, или ушу-тау, его называют, или ушу-саньда, это поединки. Спортивный ушу подразумевает под собой это выполнение комплексов, которые, если мы говорим про соревнования, спортсмен выходит на ковер и выполняет технические движения. Что подразумевает технические движения? Это удары, блоки, перемещения, а также элементы повышенной сложности. То есть, с течением времени, естественно, спорт становится сложнее и сложнее, и включены элементы повышенной сложности в комплекс. И оценивается, в свою очередь, здесь техничность, наверное, точность ударов. Да, техника, техника, сила. В основном оценка строится из двух оценок. Это техническая оценка и вторая, это второй параметр называется. Что из себя представляет второй параметр? Это именно сила, дух, это вплоть до того, что взгляд спортсмена должен поставлен, то есть спортсмен должен смотреть вниз, к примеру, или отвернуться от удара. Это видно на ковре, когда человек совершает какие-то ошибки. Естественно, опытный судья это видит. Так, по технике понятно, сила, как её можно оценить? Выброс силы, его тоже видно. То есть, в принципе, наверное, даже не человек, который придёт посмотреть на соревнования, это видно, то есть, когда есть выброс силы, есть точность, есть резкость, есть какая-то гармония в движениях, и когда её нету. Дух? Да, конечно. Это, ну, наверное, с детского возраста и до взрослого, до взрослых спортсменов мы это ставим и тренируем это. Как можно тренировать дух? Как можно его продемонстрировать на соревнованиях? Ну, наверное, это какая-то тонкая черта. Наверное, её нельзя показать, как сказать, на показ. То есть, специально не продемонстрировать? Да, да. То есть, это должно что-то внутри. Спортсмен, когда выходя на ковёр, он, как я и своим детям объясняю, что он должен находиться внутри, он должен находиться в комплексе и не отвлекаться на всё остальное. И именно в таком... То есть, концентрация? Да, концентрация, полная концентрация. И когда спортсмен это не показывает, это на самом деле видно. То есть, не отвлекаться на какие-то посторонние факторы, предсредоточенным, целеустремлённым. Да, и здесь уже, соответственно, и взгляд на тренировку. И сразу всё это видно. То есть, взгляд, наверное, в некоторой степени выдаёт и дух. Да, да. То есть, в принципе, даже по своим родителям, своих спортсменов, могу судить о том, что, когда выходит уже профессионал, его видно. То есть, он, можно сказать, манит своим выступлением. Завораживает. Да, завораживает своим выступлением. Свою точную технику, своей силой. И, естественно, это оценится судьями. Ну, и в совокупности с экипировкой, да, с костюмами, в которых спортсмен находит всё это время. Скажите, пожалуйста, об экипировке. Ну, спортивная экипировка именно спортсменов по Ушу Таулу, она представляет собой костюм. Ещё он по-китайски называется Ифу. Он, можно сказать, представляет собой традиционный китайский костюм с такими завязками по центру. Для, можно сказать, изящности или красоты движения он выполняется из хорошей ткани, из шёлковой. Потому что, так как, опять же, говорю, что сложность и выполнение сложных элементов, и технических движений сложности, она растёт. И, естественно, форма должна полностью быть, с одной стороны, классической китайской, с другой стороны, она должна не мешать для выполнения движений сложных. И поэтому она выполнена из лёгкой ткани. Свобода вместе с тем возможность для судей, для всех окружающих контролировать и видеть, как, собственно, там процессы происходят. Да, да. Я знаю, что есть разных цветов одежды, костюмы. Да, это, в принципе, не принципиально. От чего это зависит? Выбирает сам спортсмен и стрейлер. Я ещё, извиняюсь, не отметился, я сказал, что есть спортивные направления. Есть саньда, да. Именно я занимаюсь спортивным направлением. Ну и также у нас развивается, потому что саньда, это поединки. То есть это... Два спортсмена выходят на татами и спаррингуются, то есть выполняют бой на площадке. То есть у нас в Кирове пока не очень развивается направление? Да, у нас было, до недавнего времени был хороший тренер в Налинске, в городе Налинске, и он достаточно показывал хорошие результаты. Ну, на данный момент из-за того, что, может быть, в общем, на данный момент он не занимается. Понятно. Да, в общем. Да, будете развивать это направление? Да, это на самом деле интересно. То есть есть... Показательно красиво и ярко, наверняка. Да, да. Ушу-саньда, он на самом деле интересный вид. Сейчас много... Также из Ушу-саньда переходит уже в смешанные, например, один образ, потому что он сочетает много в себе качеств. Есть и бросковая техника, и ударная техника очень разнообразны. Поэтому это интересный вид, который нужно развивать дальше. Есть в планах именно развивать его. Как происходят тренировки и когда вообще лучше приобщаться к культуре Ушу? В основном детские тренировки, если мы, например, говорим про детей, с которыми мы начинаем заниматься, в основном это укрепление организма, физические, достаточно большие физические нагрузки, и только потом мы уже начинаем, когда уже организм укреплен, только потом мы начинаем уже заниматься комплексами. Из какого возраста можно приходить? Мы начинаем занятие с 4-х лет, но это не тот возраст, к которому обязательно все, к примеру, после 4-х уже поздно. Нет, я и сам начал 8 лет заниматься. То есть у меня спортсмены есть, которые занимаются с 10, к примеру, лет, и только сейчас начинают раскрываться на протяжении 6 лет. Ну, наверное, самый оптимальный возраст – это 6-7 лет. То есть можно и раньше, можно и чуть-чуть позднее. Ну, в любом случае, зависит от характера спортсмена и от стремления спортсмена. О стремлении, то есть именно те цели, которые он преследует. То есть либо это физическая подготовка, это укрепление духа, укрепление характера, либо он нацелен все-таки на какие-то спортивные достижения, на результаты. Наверное, каждый ребенок определяет для себя какие-то свои цели, для чего он пришел в УШУ. И, наверное, даже сейчас больше играет роль родителей, то есть для чего они привели. То есть многие, к примеру, приводят для того, чтобы просто поддержать свое физическое здоровье. В итоге получается так, что добиваются результатов, поэтому невозможно предугадать. УШУ для взрослых, то есть уже состоявшихся людей. Возможно ли как-то приобщиться, принимать участие, заниматься в группах или индивидуально? На данный момент у нас в федерации сейчас, можно сказать, только популяризируется именно спортивный УШУ. Конечно, можно начинать и во взрослые, начинать уже взрослые спортсмены начинать, или приобщиться именно взрослым людям. После работы, да, сходить таким образом, отвлечься, отдохнуть. Он уж такой достаточно многогранный вид, и у нас есть много направлений, которые можно заниматься именно в возрасте людям, даже в 20, 30, 40, 50, я знаю, начинают. То есть есть такие виды, например, как тэдзицуань, это медленные такие движения. Поэтому УШУ этим интересно, то есть можно начинать от четырех и заканчивая до старости. К сожалению, пока в нашей федерации этого направления нету, так как нету, можно сказать, тренингского состава. Но это планируется, и я думаю, что в ближайшее время мы будем заниматься, потому что основа, она идёт одна, а нужно познавать, изучать информацию, и мы уже сможем давать эту информацию жителям города. Там федерация ещё, насколько, по-моему, довольно молодая структура у вас. Сколько у вас существует? У нас, то есть, произошла реорганизация, и сейчас буквально, можно сказать, год. То есть, ну, год-два. То есть у нас зарегистрирована федерация два года назад, и вот два года существует. Ну, год-два с молодым, активным, целеустремлённым руководителем, мне кажется, можно и горы свернуть будет вам в ближайшее время уже. Ну, конечно, цели и планы стоят большие. Но в связи с тем, что большая загруженность тренерская, невозможно выполнять это в полном объёме. Если бы сейчас мне дали полностью борозды в руки правления федерации, конечно, и заниматься только этим, конечно, было бы сделано больше. А занятия для ребят платные или бесплатные? Существуют клубы, которые есть занятия платные, ну, они также нацелены на спортивную направленность. Поэтому есть также и бесплатные занятия. То есть именно у меня есть бесплатные занятия в спортивной школе. То есть если ребёнок показывает результаты, да, и его включают уже в программу бесплатную? Да, да, так и есть. А как часто проходят тренировки и где тренируются ребята? Ну, в основном, если мы говорим про клубы в городе, то они практически разбросаны по всему городу. Бесплатные занятия это во дворце Ниноборске, спортивная школа юность. И профессиональные, можно сказать, спортсмены, которые занимаются у меня уже, они занимаются по три часа в день, пять раз в неделю. Два часа в день, пять раз в неделю? Три часа в день, три часа в день, пять раз в неделю? Да, довольно много. Ну, в принципе, как и, наверное, любого профессионального спорта. Да, да. Конечно, это, можно сказать, первоопределяющее то, для чего, то, как можно достичь результата. Как проходят тренировки? Рассказать именно концепцию? Концепцию, да. То есть в любом случае наверняка она состоит из нескольких частей. Да, это какой-то ОФП, это какие-то, возможно, духовные, вот как раз тренировка духа, о чём Вы говорили, и оттачивание техники, насколько я понимаю. Да, ну, в основном, то есть это разминка. В разминке мы всегда включаем, ну, не всегда, иногда уже включаем технические движения, это удары. Также должна быть хорошая физическая подготовка, и поэтому уже, можно сказать, на этапе разминки мы физическую подготовку включаем. И если эту подготовку, то есть это зависит от сезона, то есть от этапа подготовки какой. Это либо направлено именно на улучшение своих физических качеств, либо это именно подготовка комплексов, с которыми спортсмены выступают. Да, важный вопрос ещё. По стоимости вообще УШУ как спорта. Расскажите, у нас уже было много довольно-таки спортсменов в различных направлениях в этой студии. И, конечно, важно понимать, поскольку программа направлена в том числе и на развитие спорта, привлечение детей, молодёжи, взрослых в спорт, важно понимать, во сколько это всё обходится. Да, готовы ли люди себе такое позволить? Вот сколько стоит заниматься УШУ? Ну, начинать занятия, в принципе, для этого только нужны чешки, футболка и шорты. То, что не жаль порвать. Да, да. Но, естественно, чем профессиональный спортсмен, тем, я думаю, что это в любом виде спорта, чем профессиональный спортсмен, тем становится его занятие дороже. Потому что для этого нужны оборудования профессиональные, для этого нужны профессиональные кеды, Для этого нужна удобная форма. И, естественно, уже, можно сказать, естественно, нужен профессиональный костюм. То есть это тоже не... Из Китая, наверное, да? Да, сейчас мы заказываем из Китая. Слава Богу, позволяет уже время, когда уже можно просто заказать по меркам тебе сию. Раньше это было намного сложнее. Также раньше было намного сложнее и с инвентарем, которым мы занимались. Мы с чем только раньше не занимались. С подочинным материалом даже не занимались. Да, да. То есть у нас даже деревянные мечи на заводах Кирова где-то делали. А сейчас это, в принципе, заказал, тебе приехал и занимаешься. А насколько примерно обходятся занятия на месяц, плюс экипировка, скажем так, детей до 10 лет? Мы не берем сюда аренду зала, потому что это такие уже индивидуальные вещи. Вот именно одежда, да, какие-то, может быть... Ну, я могу, в принципе, рассказать по всему, чем занимается. То есть, к примеру, у каждого спортсмена есть, ну, основное, это два вида оружия. То есть у него три выступления без оружия, с коротким оружием и с длинным оружием. Короткое оружие в пределах двух тысяч стоит, палка в пределах, там, тысячи рублей. То есть, также у него должен быть костюм. Костюм варьируется от четырех тысяч до, ну, в принципе, эта сумма может варьироваться там восемь, десять, пятнадцать тысяч. Ну, непонятно, где без правительства. Да. Ну, самый оптимальный, там, костюм можно за четыре тысячи сшить. И, также, обязательно, определенные образца должны быть кеды. Кеды в пределах трех тысяч. То есть, ну, вот наша сумма получилась... Ну, в пределах, я думаю, что десяти тысяч. Да. Причем довольно-таки длительный срок. Да, да. То есть, в принципе, это то, до десяти лет, чем должен обладать спортсмен. Для чего ребята, да, там, пять, шесть, семь лет приходят к вам? То есть, какую цель они преследуют? Или, точнее сказать, пока их родители преследуют, да, я рассчитываю, что их дети будут этими качествами обладать. Что это за качества такие? Ну, как я сказал, уже ушу, это многогранный вид спорта, и он достаточно хорошо комбинирует все физическое качество в себе. У нас хорошо развивается сила, естественно, и хорошо развивается гибкость. То есть, у нас на первом году уже, на первом году обучения стоит задача посадить детей в шпагат. Также у нас уже даже в первое полугодие проходит экзамен, который мы с нашими тренерами вместе создали, так сказать, взяв элементы гимнастики, физические, именно упражнения направлены на физические качества. И дети, которые занимаются, к примеру, только начинается с сентября, они в декабре уже показывают то, чему они научились. И в том числе, ну, практически, это не обязательно, но мы уже их садим на шпагат. Ну, я видел, да, фотографии, опять-таки, у вас в этом фильме были, где ребята, видимо, на летних сборах, на какой-то веранде все сидят шпагат. Девчонки, мальчишки. Да, да, да. То есть это, в принципе, это обязательный элемент, без которого дальше, можно сказать, развития не будет у спортсменов и шуистов. Поэтому, как я сказал, уже много в себе качеств сочетают. Также это и сила, то есть физически они должны быть очень сильно хорошо развиты. И сила, ловкость, координация, естественно. И, владея всеми эти качествами, только тогда спортсмен сможет хорошо выступать на соревнованиях и показывать хорошее комплексы, исполнение хорошего комплекса. Игорь, вот учитывая реалии современного мира, когда человеку, взрослеющему, человеку уже взрослому, нужно обладать очень многими качествами, помимо тех, которые вы назвали, это физическая подготовка, гибкость не только тела, но и ума в некотором случае. Вот меня больше всего сейчас интересует, если честно, вот дух, взгляд, то есть то, о чем вы говорили в самом начале программы. Насколько ребятам в будущем, как вы считаете, это пригодится? Насколько вам это пригодилось, да, вот эти техники ушу, вот вашей жизни? Когда я уже начал такую осознанную тренинскую деятельность, я только, наверное, потом понял о том, что ставя задачи в спорте, я научился ставить их в жизни. Достигать. Да, достигать. Что важно делать. Бывает такое, что, к примеру, спортсмен, хороший спортсмен, но потом куда-то теряется в жизни и где-то уже не получается у него достигать каких-то результатов в других сферах. Важно понять это, то, что ты всю жизнь это делал, ты всю жизнь достигал и ставил цели, и применить это в другую деятельность. Хоть и сфера деятельности одна, она спортивная, это тренировки, когда ты сам тренируешься как спортсмен и как тренер, то есть сфера деятельности одна, но в то же время совсем другая, потому что как тренер должен знать много другого, много изучать, много интересоваться. И когда я ставил задачи, поставил результат, я почему-то был уверен, что я добьюсь, что у меня будут обязательно хорошие спортсмены на мировом уровне. Тем более у вас был такой прекрасный пример. Да, я думал, что моего опыта будет достаточно почему-то, но сейчас понимаю уже, понимаю, что не изучая, не интересуясь, не развиваясь самому, это невозможно было на тот период, то есть с багажом знаний спортсмена невозможно воспитать хороших спортсменов. Ну понятно, что то, что сейчас родители стремятся дать своим детям, они не всегда, конечно же, не понимают, что из ребенка вырастет прекрасный спортсмен. Иногда это вот именно те качества, которые они хотят, чтобы ребенка сопровождали в течение всей его жизни и во взрослом возрасте. Поэтому я считаю, что УШУ прекрасный вариант, прекрасный способ того, чтобы зарядить и надать будущему взрослому человеку именно те навыки, те способности, которые в жизни будут ему помогать, такие, как вы назвали, упорство, стойкость, стремленность, безусловно, физическая сила, здоровье, что сейчас в нашем мире очень важно. Вот поэтому в Федерации УШУ, я верна, что прекрасно с этим издачей можно справляться и воспитывать новые и новые поколения прекрасных ребят. И расскажите, пожалуйста, еще в завершении нашей программы, уже буквально пару минут осталось, в планах Федерации, да, сейчас так понимаю, что подошел к концу год выступлений, год тренировок. Вот прошло недавно первенство Кировской области по УШУ, насколько я понимаю, как оно прошло, насколько оно пользуется успехом среди зрителей, потому что это ведь очень яркие показательные виды спорта. Да, ну, можно сказать, с каждым годом, как бы это ни звучало, с каждым годом у нас растет все больше и большее количество участников. Сегодня, в этом году у нас уже участвовало около 170 спортсменов. И все из Кировской области? Да, да, то есть город Киров, можно сказать, как бы ни звучало, что это Кировская область, он практически занимается, да. То есть участвует Киров? Да. И это практически только там три, ну, практически четыре тренера, которые занимаются. Поэтому нагрузку тренерскую... Огромная. Да, огромная, и поэтому мы надеемся, что и в таких же масштабах, в таких же, в таком же коэффициенте мы будем расти дальше. А, естественно, развиваться нужно. А тренеров где будете брать? В принципе, уже на пороге там 16-17 лет уже воспитаны мои спортсмены. То есть уже в недалеком будущем, я думаю, что ребята уже будут подтягиваться к тренерской деятельности и продолжать наше дело. Планируете ли развивать УШУ в районах Кировской области? Конечно, это было бы интересно. То есть чем будет география шире, тем это было бы интереснее наблюдать за соревнованиями внутренними в Кировской области. Пока, наверное, я не вижу, как это сделать. Но пока, наверное, стоит задача именно внутри, чтобы у нас работало все, чтобы и привлекать тренеров именно хотя бы здесь. А потом, на самом деле, было бы интересно развивать эти направления по всей Кировской области. Ну что, я желаю вам успехов. Напомню, что сейчас, сегодня в студии у нас был Игорь Гулин, мастер УШУ, тренер спортивного УШУ, мастер спорта международного класса и президент федерации УШУ Кировской области. Игорь, желаю вашей федерации развития, вашим ученикам побед, вам терпения, упорства, да, и пусть все складывается замечательно. Дальше спасибо. Да, ждем вас с вашими воспитанниками уже. Спасибо. До свидания.